Никит, как дела у тебя? Нормально. Нормально? Ничего, не болит? Ничего не болит? Юлия Штырь недавно устроилась в детскую краевую больницу. И это, пожалуй, самое непростое отделение – онкология. 30 коек, и они всегда заняты. Здесь лечат онкобольных детей со всего региона. Юлия знала, что будет непросто, но признается, на деле все еще сложнее. Может быть, поэтому в отделение детской онкологии не выстраивается очередь из врачей, готовых пойти на такую работу. Здесь дефицит не конкретно даже онкологов, а в целом дефицит врачей. Любую специальность возьмите, везде есть дефицит, потому что многие, даже заканчивая медицинский университет, не все идут дальше работать в медицину. Может быть, ответственность, потому что на врачей или на любой специальности лежит большая ответственность за здоровье, за жизнь ребенка. Кроме Юлии, в отделение онкологии недавно пришли еще два молодых доктора. Теперь на весь край восемь детских онкологов. Специалисты до сих пор требуются и в Барнауле, и в Бийске, и в Рубцовске. Я была готова и психологически, и физически. Многие из моих коллег даже не знают о существовании дальней специальности детской онкологии. Специалиста детского онколога-гематолога, чтобы подготовить для качественной самостоятельной работы, этому специалисту, доктору, необходимо учиться порядка десяти лет. Врач должен знать в целом о ребенке очень многое. Пульмонология, кардиология, то есть смежные специальности, что является комплексом педиатрии. Молодой врач, и не только молодой, любой врач, детский онколог должен знать и ориентироваться. Ежегодно в крае онкологию выявляют у 70-80 детей. Из года в год все больше. В ремиссии и лечится на данный момент около 700 маленьких пациентов. Самые частые детские диагнозы – рак крови, костного мозга, лимфомы. За 20 лет у нас увеличилось количество онкозаболеваний в Алтайском крае. На мой взгляд, основная причина и что изменилось в Советском Союзе в нашей жизни – это питание. Все остальное, те же внешние факторы окружающей среды, но не изменилась глобальная экология. Врачи советуют не откладывать поход к врачу, если у ребенка изменилось поведение, самочувствие. Кстати, благодаря тому, что в отделение пришли три новых специалиста, теперь больница сможет оказывать амбулаторную помощь онкобольным в полную силу. Ирина Корчегина, Николай Шилко. День с толком.